Продолжение следует... Всем здравствуйте и всем спасибо, кто пришел на этот воскресный стрим. Меня зовут Нино Расибашвили, вы на моем ютуб-канале. Мы встречались и встречаемся с вами практически каждое воскресенье. Два воскресенья назад стрима не было, потому что невозможно было говорить. И сейчас, честно говоря, тоже довольно сложно. Две недели прошло с убийства Алексея Навального. В пятницу состоялись его похороны. Тысячи людей его провожали. И спасибо большое всем, кто все это время был рядом с такими же неравнодушными людьми. Очень тяжелые, ужасные две недели. И, знаете, обычно перед стримом я немножко проговариваю хотя бы, с чем я к вам иду и пытаюсь сформулировать основные какие-то свои мысли. Но в этот раз я поняла, что меня как будто бы... Я как будто бы на дне озера, и все илисто, и все в песке. И я очень плохо ориентируюсь по собственным мыслям. Более того, очень сложно до сих пор что-то сформулировать. Конечно, за две недели этот туман, этот песок немножечко осел, и стали проступать хоть какие-то очертания, какие-то символы. Хотя бы стало снова возможно различать свет и тьму, но все равно очень и очень тяжело. Алексей Навальный сейчас на обложке этого стрима. Я долго думала, какую взять фотографию, и совсем не хотелось уходить в новостную хронику и показывать вам в очередной раз огромную гуру цветов, которые сейчас на могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище. Поэтому я решила взять финальный кадр из фильма «Навальный», один из финальных кадров. Как раз тот кадр, который появляется после ответа на вопрос «Что делать, если Алексея Навального убьют?». В чате, там, где обычно появляются закрепленные сообщения, сейчас есть такое интерактивное окошко. Я не знаю пока, как это работает, но я надеюсь, что интуиция нас не подведет. И если среди тех, кто сейчас смотрит этот стрим, есть те, кто смог быть на прощании с Алексеем, нормальной гражданской панихидой, не получилось. Потому что упыри и черти, которые последние три года прицельно, если смотреть более широко, последние двадцать с лишним лет, конкретно вот прицельно они занимались тем, что пили кровь, они и в этот раз решили эту возможность не упустить. И издевались до последнего и над Алексеем, и над его телом, и над его родными и близкими. И несмотря на то, что эти черти везде, все равно нашлись очень смелые, очень отважные люди, которые, несмотря на самые разные попытки запугивания, все равно нашли в себе силы, смелость, нашли в себе это чувство долга быть на прощании с Алексеем. И я, честно говоря, даже удивилась тому, какое большое количество сообщений было и в том же чате Кринжовника, и в личных сообщениях в Инстаграме, и не только от тех, кто был на этом прощании, а тех, кто даже от нашего с Майклом имени, или от имени Владимира Милова, от имени всех тех, кто не мог быть физически на этом прощании, возложил цветы, спасибо вам огромное, поэтому, возвращаясь к этому интерактивному вопросу, я, опять же, не знаю, как это работает, но надеюсь, вы разберетесь, если вдруг среди тех, кто слушает, есть те, кто был на этом прощании, напишите, пожалуйста, как это было. Конечно, помимо этой огромной чудовищной трагедии, которую мы, знаете, как слона в этой притче, ощупываем просто с разных сторон, и никак не можем себе составить общее впечатление о том, с чем мы столкнулись. Для кого-то это могучие бивни, для кого-то это тяжелые, шершавые ноги, для кого-то это, не знаю, длинная, бесконечная спина этой трагедии. Непонятно, невозможно составить себе какое-то общее представление о том, насколько огромна эта трагедия, что конкретно она поменяла, хотя уже сейчас понятно, что поменяла всё, всё в нашей жизни, но какие будут у этого последствия, как мы определяем эту трагедию относительно всех других событий нашей жизни. Это вопрос, на который нам ещё предстоит ответить. И, конечно, помимо этой огромной трагедии, не могу не выразить своё сочувствие и свои соболезнования тем, кто потерял родных и близких в Одессе в результате очередной чудовищной преступной атаки по жилым домам. Погибли дети, погибли взрослые. И это не укладывается в голове. Не укладывается в голове то, что за этими смертями, как и за смертью, за этими убийствами, как и за убийством Алексея Навального, находятся абсолютно реальные люди. Они дышат, они ходят, они разговаривают, они смеются. У них есть мобильные, у них есть компьютеры, у них есть родные, у них есть близкие. Они подходят к зеркалу и видят людей. Невозможно, до сих пор невозможно поверить, что всё это люди делают друг с другом. Хотя, конечно, конкретно в этом случае есть ощущение, что это не люди. Я сейчас попробую сделать погромче звук, потому что мы, конечно, всегда с вами выставляем на двадцатку. Сейчас попробую попросить Майкла, который помогает мне всегда со стримами, сделать чуть погромче. Потому что, да, я понимаю, мы обычно вообще в два раза больше выкручиваем этот микрофон. Сейчас показатель на десяти, хотя обычно на двадцати. Помоги, пожалуйста, сделать погромче звук. Пишу я Майклу. Да, в общем, у меня и так не самый громкий голос из возможных, не самый раскатистый. А когда этот голос, этот звук не усиливается техническими средствами, слышно довольно тихо. Также вы видите в кадре... Нет, нет, это моя вода, Буба. Вы видите в кадре мой антидепрессант, который своей непосредственностью и своей какой-то щенячьей преданностью... Пойдём, щенячьей преданностью. ...и щенячьим озорством вытаскивал нас из ямы последние две недели. Не планировалось, что Бубан ворвётся, как не планировалось, что ворвётся Майкл. Ну, в общем, пока вот так. Просит оставить Бубочку. Я бы сама хотела, но она в последнее время очень активная и очень такая неусидчивая и очень подвижная. Поэтому я боюсь, что... Я боюсь, что она будет скорее мешать сегодня. Юлия Романова пишет. Если честно, меня трясло от страха перед выходом из дома. Почему-то Юля удалила сообщение. Юлия, напишите, пожалуйста, если нет какой-то другой причины удалять ваше сообщение. Елена пишет. Была второго... А, да. И, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы я зачитывала ваше имя или фамилию, указывайте это в сообщении. Конечно, это касается тех, кто был на прощании, кто физически сейчас находится в Москве или в России. Потому что на прощание приехали люди не только из Москвы, но и из многих других городов. И отдельная благодарность этим замечательным, прекрасным людям, которые были там вместо нас. Как-то так получилось по правилу распределения обязанностей, что вы делаете за нас то, что мы не можем сделать, а мы делаем за вас то, что вы не можете сейчас делать. И в этом каком-то содружестве и взаимопомощи, мне кажется, во многом ответ на вопрос, зачем мы продолжаем делать то, что мы делаем. И для кого. Делаем это для нас, делаем это для вас. Для какой-то большой общности хороших людей, которым надо за что-то держаться. Долгое время этим чем-то была надежда. Для многих это была надежда, связанная с Алексеем Навальным. Вот, а теперь как-то надо избрести новую опору для себя, структурировать его, сформулировать. И спасибо большое всем, кто в этой абсолютно неопределенности все равно продолжает делать то, что должно. Опять же, повторю, если вы были на прощании, если вы живете в России, если вы живете в Москве, то, пожалуйста, в сообщении указывайте, хотите ли вы, чтобы я прочитала ваше имя или ваш никным или нет. Пока буду читать только, ну как, половину, что ли, чтобы вас было сложнее опознать. Елена пишет. Была 2 марта в 18 вечера. Борто кладбище уже закрыли, но я бросила гвоздики через решетку забора, пока стояла зябла и подумалась, как тебе там, наверное, холодно. Ю пишет. Приехала из Нижнего Новгорода. Стояла в очереди 8 часов, но на кладбище не смогла попасть. Не приехать, не могла. Юля пишет. Было очень страшно ехать. Я готовилась два дня, собиралась в моральный рюкзак с водой, сникерсами и так далее. Я приехала к 13 часам в церкви. Людей было так много, что ничего не было видно. Если честно, меня трясло от страха, продолжает Юля, перед выходом из дома и до самой станции Марина. Но когда я выходила из метро, я попала в огромный поток людей. И тут меня перестало трясти, перестало быть страшно. Спасибо большое, Юля. Да, огромное количество людей. Не хочется прибегать к шаблону, с какими лицами были эти люди. Но, конечно, это вселяет и надежду, и уверенность, и радость, что, несмотря на всё, что сейчас в нашей с вами жизни происходит, эти люди есть. И очень важно сохраниться. Вы знаете, я очень сопротивлялась всё это время. Последние два года уж точно, пока идёт полномасштабная война, которую развязала Россия. Меня очень раздражала фраза «надо сохранить себя». Я всё время думала, ну, сохранить, а вы что, продукты в холодильнике? Может, тогда вас просто в холод положить, чтобы лучше сохранилось? Что такое сохранить себя? И мне понадобилось очень много времени, чтобы, во-первых, избавиться от этой злости, когда хотелось, чтобы каждый делал максимально возможное из того, что он может делать, чтобы никто не бездействовал. И, наконец-то, к сегодняшнему дню я, наверное, пришла с каким-то ответом на этот вопрос. Что значит «сохраниться»? И убийство Алексея Навального, его смерть, показало, что есть многое, не имеющее материального воплощения. Это идеи, это ценности, это смыслы, которые невозможно убить, невозможно уничтожить. И каждый человек, который разделяет эти ценности, который выбрал их для себя в качестве ориентира, является бесценным носителем этой идеи. Да, не всегда мы говорим, что думаем, не всегда говорим это вслух, не всегда делимся этим с окружающими. Но даже то, что внутри нас это чувство есть, и пока есть мы, существуют эти ценности, мне кажется, это очень важно. Именно ответом на вопрос «зачем сохранять себя?». И было невероятно здорово видеть тысячи человек, тысячи. Сейчас журналисты пытаются посчитать, как много людей приехало на прощание. Звучит вилка от 13 до 16 с половиной тысяч, хотя, конечно, посчитать бесконечно сложно, потому что менты разбивали группы, разделяли людей и чинили столько препятствий, сколько не чинили давно. И здесь надо, конечно, еще держать в голове то, что на каждого пришедшего приходится сотни и тысячи тех, кто не смог. Это можно сказать, судя по количеству народных стихийных мемориалов в самых разных точках мира, в самых разных городах, в самых разных странах. И это то, что сейчас поддерживает, если что-то в принципе может, конечно, поддержать. Что есть люди, которые думают, как Алексей, как мы, которые разделяют наши общие ценности. И с этим, наверное, тоже можно что-то сделать. Но до всех Владимир Путин не дотянется. Они бы хотели, чтобы мы перестали думать так, как мы думаем. Они бы хотели, чтобы мы перестали чувствовать так, как мы чувствуем. Они бы хотели, чтобы мы перестали всей душой ощущать эту несправедливость и всей душой ей сопротивляться. Они бы хотели, чтобы мы, как доктор из шварцевской тени, научились мотать головой и пожимать плечами и махать руками, отмахиваясь от этой боли, от этой несправедливости, от несогласия с происходящим. и, конечно, нужно очень постараться, чтобы мы с вами научились это делать. Но у нас так много, что невозможно заставить делать так каждого. И это то, что стало очевидно, осязаемо, это то, что стало видно на прощании с Алексеем Навальным, то, что на второй год войны в стране, где полноправная военная диктатура, где людей сажают на долгие годы в пыточные условия только за то, что они осмеливаются не соглашаться с линией партии, что в такой стране, в таком городе, в такое время до сих пор есть тысячи человек, которые, несмотря на страх, боятся нормально. Но важно этот страх преодолевать, которые, несмотря на этот страх, все равно вышли и нашли в себе эту смелость. Это то, что может дать сейчас надежду. Если мы, конечно, в принципе, с вами об этом говорим. Секретная кухарка пишет. Были 1 марта. Очень много людей. От мам с колясками до совсем старушек. Да, это невероятно совершенно. В телеграм-каналах очень широко распространилась фотография пожилой женщины, которая находится в инвалидной коляске. И она пришла на прощание. Это достойно уважения и благодарности в отношении этой замечательной женщины. Берта ТВ. Вы сейчас пишете не по теме. И я не могу по конкретному времени найти большое сообщение по клинжовнике. Простите. Пожалуйста, если вы пишете в специальном окошке, то прочитайте, что конкретно в этом окошке лучше написать. А Норина пишет. Пока стояли в очереди, люди общались и пели песни. А потом эти несколько секунд до могилы и так придавило. Понимаю вас. Представляю. И знаете, до последнего... До последнего не верилось, что Алексея действительно убили. И про себя могу сказать, что даже после огромного количества фотографий, огромного количества трансляций, видео, это ощущение так и не пришло. Во всяком случае, ко мне. У меня есть ощущение, что сейчас весь этот чудовищный спектакль закончится. И мы скажем, так ладно, давайте заново. И все пойдет по новой. Наверное, это отрицание. У меня всегда так бывает, когда из жизни уходят близкие или знакомые. есть ощущение, что это понарушку все. Что это все часть какого-то спектакля. Что это конец всего лишь одного из актов. И когда спектакль закончится, когда вот эта миссия, как в игре, подойдет к концу, то все герои выйдут на сцену. И можно будет что-то сделать по-другому. Но, конечно, фотографии, видео из церкви и из кладбища, они они очень жестокие. Юля продолжает писать. Мы скандировали. Ты боялся, и мы не боимся. И, конечно же, не простим. Творья дрожащая. Или право имею. Я посоветовалась с партнером. Заручилась его поддержкой и поехала. Невозможно было не поехать. Когда все медленно пошли на кладбище, я вырвалась вперед колонн. Мимо ехали машины и бибикали, снимали на телефоны, вымахали им цветами и руками. И только когда я спустилась с моста и обернулась, я увидела, что пришло безумное количество человек. Безумное. И я подумала, каково сейчас наблюдать это с экрана мониторов. Как человек, который наблюдал за этим с экрана мониторов, могу вам сказать, Юля, что это было потрясающе. Это было это было изумительно. Это было так важно. И это так сильно поддержало всех, кто физически не мог быть там. Это было так важно, что поток людей не заканчивался. Это было так важно видеть, что, несмотря на весь кошмар и ужас, тысячи и тысячи человек нашли в себе смелость и вышли. И одним своим количеством сделали так больно и так неприятно тем, кто радовался убийству Алексея. и очень хотелось, чтобы людей было много. И людей было много. И это было бесконечно ценно. Спасибо вам, Юля, огромное. И за то, что вы рассказали про ощущения внутри этой толпы. спасибо большое всем тем смелым людям, кто кто не мог ни сказать, ни крикнуть фамилию Алексея, кто кричал непростим, кто напоминал себе и окружающим. Ты не боялся, и мы не боимся. Это очень важно. Вообще, в последнее время я много думаю о значении слов, о том, могут ли они на что-то повлиять, не слишком ли много мы разговариваем, и сколько из того, что мы говорим, уходит в пустоту. Но есть какие-то слова, в которых особенный смысл, которые никогда не пустые. И когда эти слова объединяют огромное количество людей, они усиливают и себя, и людей вокруг. И это очень круто. Юля, спасибо вам еще раз огромное. Еще одно анонимное сообщение. Было страшно, но успокоилась в вагоне метро, когда увидела, что половина людей в нем были с цветами. Очень поразил разброс в возрасте очень много молодых и совсем бабушек. Да, действительно, это настоящее было открытие. Ну, как открытие? Понимаете, был у некоторых людей такой стереотип, что, конечно, Алексей Навальный был политиком и лидером по большей части молодого поколения. И, конечно, очень приятно, когда ты встречаешь тех, кому пропаганда пытается пробиться в первую очередь, кому пропаганде легче всего пробиться, потому что, конечно, нужно прилагать усилия, чтобы понимать, что происходит. Нужно прилагать усилия, чтобы разбираться в том, что происходит. Нужно тратить очень много сил, чтобы не потеряться в этом информационном потоке, грязевом потоке, который смывает просто все на своем пути и забивает с ног каждого, кто не знает, как себя в этом пространстве вести. И, конечно, те, кто моложе, гораздо лучше разбирается и в технологиях, и в, не знаю, тех же условных VPN-ах. Просто сила привычки и скорость осваивания каких-то новых вещей, она, конечно, выше у тех, кто моложе, кто записывает вот эти новые привычки на пустой диск. Люди, которые поменяли четыре или пять способов связи, которые прошли от копеечных автоматов на улице до смартфонов с интернетом даже в метро. Им, конечно, гораздо сложнее осваивать все, что весь этот меняющийся мир. И очень круто, когда вместо того, чтобы поддаться течению и смотреть бесконечно этот телевизор, те, кто мог бы уже давным-давно на все плюнуть и махнуть рукой и сказать, что теперь занимается только собой и только своей жизнью, не знаю, своей дачей условной, находят в себе силы и неравнодушие быть с теми, кому важно, что будет завтра. И это очень круто. И, конечно, спасибо журналистам, которые давали слово пожилым людям в очереди. И отдельно разрывалось сердце, когда ты видишь, что у этих людей до сих пор есть надежда увидеть другую Россию, увидеть другую страну. журналист Фрида Рустамова у себя в Телеграм-канале разместила и у себя в Твиттере. Вот если вы сейчас зайдете в Телеграм-канал Фрида или последнее, последнее видео это как раз разговор с одной из женщин, стоящих в очереди, которая со слезами на глазах рассказывает о единственном желании даже до тех дней, когда что-то изменится. Хочется, чтобы это желание обязательно исполнилось, обязательно осуществилось. Спасибо всем, кто говорит об этом вслух. Наталья пишет. Была на утренней службе, думала, всех разгонят потом. В один момент батюшка сказал, зажигайте свечи, сейчас будет панихида. Я потерялась во времени и сбилась со счету, сколько раз он произнес имя Алексей. Елена пишет. Я была на прощании, чувство невероятное, от ужасного страха поначалу до чувства единения, благодарности людям вокруг, прекрасные светлые лица, молодые и пожилые, со слезами на глазах. Еще одно анонимное сообщение. Мы приехали около часа. Полиция отправила в обход конец очереди. Мы все шли и поражались, что конца у нее нет. Она тянулась на километры вдоль домов и дорог. Это было потрясающе. Еще одно сообщение. Были на похоронах с дочкой, пока стояли в очереди у церкви. К нам подошел молодой мужчина и отдал свою веточку гвоздик. Сказав, что ему надо уезжать, мы донесли его цветы и положили на могилу Алексея. Я был там с шести утра до семи вечера, пишет Берт ТВ, с настоящими людьми. Все вместе мы были счастливы видя друг друга. На кладбище только было тяжело. Я стояла там и за тебя, не но за Майкла, а за всех, кого там не было. Спасибо огромное. Это очень важно. Юля пишет, это правда было так важно кричать с другими о том, что все понимают и чувствуют. Уже в шествии от храма до кладбища люди перестали стесняться в том, что кричать нет войне, Украине мир, России свободу, Путин убийца. Никто ничего не боялся. Меня зовут Николай. Когда ехал у себя в голове, повторял слова Алексея, я не боюсь и вы не бойтесь. Когда подходили к кладбищу, я обернулся, увидев бесконечный поток и у меня мурашки по коже. Еще одно сообщение. В храм попасть не удалось и мы решили доехать на метро до кладбища. Таких как мы было очень много. Поток полностью заполнил спуск и переход в метро. Вагоны были заполнены битком. Спасибо вам огромное, друзья. Спасибо большое за эти сообщения, за эти свидетельства. Напомню, что в чате есть интерактивная плашка в самом верху, где закреплены сообщения. Там я собираю свидетельства тех, кто был на прощании. Спасибо большое всем, кто уже поделился своими историями. Противоречия заданному порядку, как обычно бывает на стримах, когда я начинаю вопросы, точнее, когда я начинаю стрим с зачитывания вопросов на Патреоне. Сейчас переду к Патреону и мы еще обязательно с вами продолжим этот стрим. У нас впереди как минимум полчаса. Посмотрим, как будет развиваться наш с вами диалог. небольшой перерыв на сообщение из Патреона. Наталья Васильева пишет. Нино, привет! Спасибо огромное за этот стрим. Спасибо вам с Майклом за стрим на прошлой неделе и за все ваши видео про Алексея. Видно, насколько вам обоим больно, но вы находите в себе силы поддержать других. Спасибо большое, Наталья, и за добрые слова, и за вашу поддержку. Конечно, это бесконечно больно, но, как я и говорила в прошлое воскресенье, я здесь совершенно не жду какой-то особой поддержки в мой адрес. Мне больно так же, как и вам, и я поддерживаю вас так же сильно, как и вы пытаетесь поддержать меня. Я не могу себе представить, насколько это больно для родных и близких Алексея, для тех, кто был с ним с самого начала, и этим людям вся моя солидарность и все мое сочувствие, все мое тепло, внимание и любовь. Но нам, конечно, тоже больно, и нам, конечно, тоже плохо, и мы все, конечно, тоже чувствуем вот эту разбитость и пока не понимаем, что складывать из этих осколков и как быть. Александр пишет. Нину, здравствуй. Я хочу поделиться кое-чем разным из своей жизни, а то иногда сложно все это вывозить. Случилось шестнадцатое число. Через шесть дней на пробежке упала моя жена, трещина в кости, нога в гипсе. Через шесть дней в совершенно дурацкой ситуации я попал в ДТП, никто не пострадал, но машина в тотал, по моей вине. Очень я по этому поводу переживал. Не новая машина и простая, но очень она была приятная. Но нельзя не отметить, что жизнь моментально преподала мне урок, что нужно ценить и о чем нужно переживать. Через буквально несколько часов о товаре, где-то за полночь в подмосковном доме, где жила моя мама, случился пожар. Мама чудом успела выбежать с ожогами 50%. Три собаки, мама кинолог и кошка не спаслись. Фамильный дом нашей семьи, где самая старая часть, старше 1850 года, в залу. И два смежных тоже, за которые потом по суду еще платить придется. И вот меня больше вообще не волнуют эти вот деньги, тачки. И не переживаю я о вещах. Есть живые и любимые. Остальное, но дополнение. Слава богу, мама стабильная, вроде угрозы жизни нет, предстоит долгое восстановление. И вроде она хорошо начала движение по этому долгому пути, она у меня невероятно сильная. Она победила рак третьей степени, она победила туберкулез и прошла через потерю мужа. И снова смогла найти счастье в жизни. Я не знаю еще таких сильных женщин. А я лежу простуженную и в другой стране и думаю, какой же хлам все эти вещи. Цените тех, кто живой. Постскриптум. Очень мерзко, что из-за своего пола и высказанных в социальных сетях я никак не могу решиться поехать к ней. Я трус. Там с ней брат. Она не одна, но... Постпостскриптум. Пожалуйста, все-все задумайтесь, знаете ли вы, что делать в случае пожара. Если у вас дома огнетушитель, он стоит копейки. В большом доме лучше иметь несколько. Если дом загородный, купите сигнализацию на дым. Купите дешевый огнетушитель и потренируйтесь, как его использовать. Это очень простые вещи, но могут спасти жизни. Берегите себя и своих близких. Всем любви. Александр, я очень вам сочувствую. Безумно. Я очень рада, что ваша мама спаслась и силы и скорейшего выздоровления. Пусть она поскорее поправляется. ужасно сочувствую, что такая трагедия случилась с вашими близкими. Конечно, вы правы. Через эту оптику совершенно меняется ощущение и понимание того, что важно, что нет, что мы искусственно наделяем сверхценностью, а что на самом деле ценно само по себе. И я не думаю, что вы трус. Я не думаю, что вашей маме будет лучше, если вдруг вы попадете в тюрьму. Я так не думаю. Я думаю, что вашей маме гораздо легче и быстрее будет поправиться, когда она будет знать, что с ее детьми все в порядке. И я очень надеюсь, что вы встретитесь с вашей мамой здоровой, веселой, счастливой. И это будет прекрасное время. И да, конечно, спасибо за напоминание про правила пожарной безопасности. Я боюсь, что мало кто в принципе отдает себе отчет, насколько близко бывают вот такие бытовые катастрофы. И, пожалуйста, действительно, если у кого-то есть время и сила, я надеюсь, что они у вас найдутся. Хотя бы на то, чтобы перечитать простые правила безопасности, сделайте это. Я помню, однажды мы тогда еще жили в Грузии. В Грузии иногда бывают землетрясения. Мы жили тогда на 10 этаже. И буквально на несколько секунд случилось землетрясение. Я прямо увидела, как угол между потолком и стеной начинает смещаться. И я вдруг поняла, что я совершенно не знаю, что мне делать. Я не знала мне попытаться встать между несущими стенами или попытаться выбежать из дома. надо ли искать какие-нибудь не знаю, вещи, хотя скорее всего понятно, что не надо. И как вообще себя вести. Поэтому конечно это все супер важно. И Александру, мне жаль, что такой ценой пришло такое напоминание, но я очень рада, что ваша мама осталась жива. Скорейшего ей опять же выздоровления. Юфитера, пишет Одесса, моя родная Одесса, уже в третий раз шахеды попадают совсем недалеко от дома, где живет мой старший сын, а в этот раз погибли друзья. Когда же уже сдохнет это пляшиво уебище и все на чьих плечах его власть стоит? Юфитера, примите, пожалуйста, мои самые искренние соболезнования. Это непостижимо просто. Это просто невыносимо. И много было сообщений о том, как по-разному мир реагирует, продолжает реагировать на войну, которая ни на день не прекращалась с 24 февраля. А уж до этого сколько было трагедий, сколько было убийств. Но начиная с 24 февраля в ежедневном режиме погибают люди, но политики все равно продолжают о чем-то там рассуждать, о чем-то там думать. Я зачитаю с вашего позволения сообщение из телеграм-канала военного обозревателя Сергея Услендера, который несколько раз был в эфире Брэкфаст-шоу. В Одессе какой-то неуразимый ужас. Из-под завалов достали уже 10 тел, в том числе троих маленьких детей. Среди них 8-месячный ребенок и 2-летний мальчик, как выяснилось, внук друга моего подписчика. Младенца нашли в объятиях матери, которая пыталась защитить его. И ни тебе заседание ООН, ни тебе резолюции, хотя бы выражающая озабоченность, ни шокированного Гутерриша, которому понятное дело насрать на всех украинцев в живых и мертвых вместе взятых. То ли дело страданий жителей газа, это отлично продается и прекрасно покупается. Никогда еще выражение двойной стандарты не имело такого выпуклого воплощения. Пишет Хадижат. Здравствуйте, Нину и зрители. 1 марта у меня был день рождения. Мы с мужем в тот день ходили на подписание договора аренды на долгосрочное жилье. Это была большая радость. Потом устроили пикник в парке, который находился прямо под окнами нашего нового дома. А между этими приятными событиями и ответами на поздравления от близких был бесконечный дом-скроллинг. В 19 часов я пошла к мемориалу с цветами. Тут в Валенсии он стоит с 16 февраля. За ним ухаживают местные активисты. И вот в толпе людей, которые пришли почтить память Алексея, которые, как и я, решили уехать. Я не чувствую твоей связи, той поддержки и чувства солидарности, которые были на митингах в Москве. Я почувствовала мерзкое и липкое ощущение, будто бы предала их всех уехав. Я знаю, что это не так и планирую работать над этими чувствами. Они как-то поразили меня, я их не ждала. Простите за сумбур, всех обнимаю. Обнимаю вас в ответ, Хадижат. Я, мне кажется, знаю, о чем вы говорите. И это чувство есть. И я очень надеюсь, что вы перестанете себя за это уничтожать. И спасибо вам, что вместо того, чтобы начать новую, прекрасную, беззаботную жизнь, я думаю, что в Валенсии сделать это гораздо проще, чем в некоторых других местах, вы все равно остаетесь тем носителем этой идеи неравнодушия тех ценностей, о которых говорил Алексей и ради которых в Москве вышли эти тысячи человек. С идеей невозможно бороться. Ну, как можно, конечно, но для этого нужны, для этого нужно столько усилий, сколько, я надеюсь, у этой кровавой машины нет. Евгений Леджиев, Нино, здравствуйте, прошу прощения, что пропустил прошлый стрим, был на митинге на годовщину войны. Очень тяжелое время, конечно. После передачи Алексея матери, казалось, ад закончился, но кадры и видео с похорон невыносимо. На стриме у Саши тоже сказал, что не верю своим ушам и своим глазам. И Саша верно говорит, надежда и вообще все дело в людях, которые пришли проститься в нас. И добавлю, что в наших действиях будем делать, что можем, я с вами. Память Алексею Навальному. Россия будет свободной и счастливой. На самом деле, Евгений, во-первых, спасибо вам большое за это сообщение и к вопросу о том, что до сих пор очень сложно осознать и сформулировать, через что мы сейчас проходим, и кем, и чем был Алексей Навальный, ведь он был гораздо больше, чем просто человек. и что мы потеряли и кого мы потеряли после этого убийства. Невозможно смириться с тем, что кучка каких-то мерзавцев, никчемышей додумались поднять руку на Алексея Навального. Это вообще как? Ну как они? Ну то есть, ну вот вы заходите в музей, да? У вас же нет желания кинуться с ножом на какую-нибудь великую картину, хотя такие сумасшедшие бывают, конечно. Ну как они? Неужели они не понимали, что они делают? Неужели они не понимали, что они будут прокляты людьми, историей, страной, что они будут прокляты до десятого своего колена? Все их поколения будут прокляты, будут спрашивать, за что ты так с нами? Почему ты так сделал? Что тобой двигало? Вот это мне непонятно. И трек Вася Обломова, который сейчас, кажется, в России сблокирован на разных платформах про то, что мы все ждали чуда, а это оно и было, конечно, отзывается как мало что в эти дни. И я писала в чате кринжовника, когда пару раз туда заходила, и в день убийства, и после. Я помню, ну как, не то чтобы я помню, вы это тоже сами видели, что почти неделю я молчала, потому что мне, правда, было совершенно непонятно, а зачем все это дальше? для кого все это дальше? Конечно, это были довольно эгоистичные мысли. И, конечно, у меня было ощущение, что земля ушла из-под ног, что мы просто все зависли в воздухе, что нет никакой опоры ни внутри, ни под нами, что была стена и обрушилась. А потом действительно понимаешь, что люди, которые стоят за этим убийством, больше всего, наверное, хотят, чтобы мы перестали делать то, что мы делаем. Конечно, к сожалению, ничего из того, что мы делали до сих пор и продолжаем делать, и это можно говорить, судя по тому, что война продолжается, и судя по тому, что Владимир Путин до сих пор у власти, ничего из этого, к сожалению, к быстрым результатам не приводит. Но, с другой стороны, хочется верить, что это создает то самое сопротивление, может быть, даже не очень большое, которое мешает этой машине набрать финальную скорость и рухнуть в ад. Хотя, конечно, конкретно этой машине туда и дорога. посмотрим еще, что вы пишете и присылаете, друзья. Зайду в чат YouTube опять. Мы с вами еще какое-то время обязательно будем, как минимум до 15 часов. сейчас прочитаю дальше. Продолжение следует... метро, когда увидела, что половина людей в нем была с цветами. Очень поразило разброс в возрасте, очень много молодых и совсем бабушек. мы приехали около часа. Полиция отправила в обход в конец очереди. Мы все шли и поражались, что конца у нее нет. Она тянулась на километры вдоль домовой дорог. Это было потрясающе. В храм попасть не удалось и мы решили доехать на метро до кладбища. Таких, как мы, было очень много. Поток полностью заполнил спуск и переход в метровагоны были заполнены битком. В очереди около кладбища мы много общались, люди вспоминали свои задержания, пели песни из бременских музыкантов. Нам дворцов, заманчивая своду, не заменят никогда свободы. А мимо нашей огромной толпы в оцеплении ОМОНа и автозаков ехали машины и гудели из пары машин из открытых окон орал Шевчук его свободу. Мы в ответ хлопали и махали цветами. Это нельзя передать словами, это единение, поддержку, видеть тысячи и тысячи адекватных людей. Мы скандировали Алексея и Навальный «Не заботим, не простим, Россия будет свободной, нет войне». Один парень, который уже выходил с кладбища, крикнул еще стоящим в очереди «Люди, спасибо вам, спасибо, что здесь, спасибо, что достояли». Было около восьми вечера. Очередь у кладбища практически не двигалась часов до шести-семи. Мы не понимали, что происходит и скандировали «Пропускай, не уйдем». Михаил пишет «Был на Марина с тринадцати дня. В очередь встал вовсе не в конец. Потом пошли на кладбище, пришли примерно в пятнадцать, шли около часа. Потом стояли до двадцати одного тридцати, чтобы положить цветы. Было страшно, когда полиция... Видимо, сейчас будет еще продолжение этого сообщения. Пока я жду, Михаил, продолжение вашего рассказа, зачитаю сообщение, которое я видела в телеграм-канале Саши Плющева. Я его полностью не видела, конечно, но мне кажется, это важно. Да. Больше четырехсот человек стоят в очереди к могиле Алексея Навального прямо сейчас. Следует из видео, которое сняли читатели Астро у Борисовского кладбища. Люди несут цветы к могиле политика третий день. Вы можете увидеть это видео в телеграм-канале Саши Плющева. Спасибо большое всем, кто продолжает это делать. Спасибо огромное всем, кто... всем, кто не молчит и всем, кто делает все возможное сейчас. Особенно тем, кто сейчас в России и тем, кто столкнулся с этим горем внутри... внутри Мордора. Как бы избито это сейчас не звучало. Сложно, друзья. Сложно. Вот я сейчас думаю, каким был этот эфирный час, что мы с вами успели обсудить, смогли ли мы что-то для себя сформулировать, что-то сказать, что-то понять. Что я вообще хотела вам сказать? Я не знаю. Как не знала в начале этого стрима, так и не знаю сейчас, честно говоря. Конечно, были какие-то очевидные истины, какие-то дежурные фразы, которые, тем не менее, стоит повторять. Но я пока не поняла, честно, что будет с нами. Конечно, мы продолжим делать то, что нужно, то, что мы считаем правильным и то, что мы считаем важным. Но будет ли у этого результат и какой, сказать невозможно. вспомнила, что читала еще два поста в фейсбуке сегодня. Один я помню, чей был пост. Другой, к сожалению, нет. Но содержание второго поста я прекрасно помню по памяти и обязательно вам его расскажу. А сейчас прочитаю вам пост Сэма Клебанова, кинопродюсера, кинокритика, я думаю, прекрасно известного всем, кто слушал Эхо Москвы и не только. Сам Клебанов пишет. Мы познакомились с Алексеем в 13-м году во время его мэрской кампании на Эхо Москвы. Я там часто бывал, он там еще чаще бывал, вот как-то раз встретились и разговорились. Я ему тогда предложил посмотреть фильм «Нет» чилийского режиссера Пабло Лоррейна о том, как оппозиции в Чили удалось победить на референдуме Пиночета и покончить с диктатурой, во многом благодаря очень креативной медийной кампании. Алексей фильмом заинтересовался и на следующий день я отправил ему DVD с картиной. Еще через пару дней мне позвонила его помощница и сообщила, что Алексею фильм очень понравился и он хотел бы сделать публичный показ для своих волонтеров. Это действительно очень хорошая и очень вдохновляющая картина, особенно для тех, кто хочет победить диктатуру. И мы этот показ устроили, кажется, на винзаводе, и вместе с Алексеем Навальным мы представляли фильм со сцены, где он произнес зажигательную речь. Я сейчас уже не помню всех подробностей, но смысл был в том, что если получилось в Чили, то почему не может получиться и у нас? Там был полный зал, человек 300, наверное, если не больше. Молодые, в основном, волонтеры, которые давали все свое время и силы для того, чтобы Алексей не просто поучаствовал в выборах, а выступил на них достойно. Они реально верили в него и в возможность, хоть и не очень реальную его победы. Потому что он давал им главное, надежду и веру в то, что будущее может быть лучше и свободнее и что все в их руках. И фильм был как раз о том, что победить диктатора можно только создав по-настоящему привлекательный образ демократического будущего для своей страны. Но первый раз я увидела Алексея Навального вблизи еще в мае 2012 года, когда мы шли в огромной многолюдной демонстрации в сторону Болотной. Я шел вместе с двумя девушками. Одна из них спросила, заметив всеобщее внимание, а кто это? На что вторая, не задумываясь, ответила, это наш будущий президент. И это была не пустая фигура речи, очень многие тогда верили в то, что траектория Алексея Навального окажется именно такой, и он повторит путь многих других известных борцов за демократию, может даже и через тюрьму и жестокие испытания, но в финале обязательно победит, как мифический герой. Сейчас мы все знаем, что траектория его судьбы оказалась несравненно страшнее, да и траектория всей страны тоже. Впрочем, какие-то признаки этого были видны уже и тогда. Демонстрация, мирная, легальная и согласованная, в которой мы шли рядом с широко улыбающимся и жизнерадостным Алексеем Навальным, закончилась побоящему болотной и многочисленными посадками. Опыт мирной электоральной победы над Пиночетом оказался неприменим. Станция, как в Чили, осталась уже далеко позади. Алексея больше нет, он убит. Наверное, многих, как и меня, осознание реальности этого факта накрыло по-настоящему только сегодня, когда мы увидели кадры отпевания и похорон. Но если выбрать только одно слово, которое характеризовал Алексей Навального, лучше всего, то это надежда. Эта надежда пережила очень многое. Суды, аресты, отравления, чудовищный приговор, тюремные заключения. Очень хочется верить, что она переживет и его смерть, хотя время для надежды сейчас явно не лучше. Еще хочу выразить огромное уважение всем, кто пришел сегодня на похороны, зная и про камеры, и про познавание лиц, и про возможные последствия. Сложно не согласиться с Сэмом Клебаном, более того, бессмысленно с ним сейчас о чем бы то ни было спорить. И да, конечно, все так. Огромная надежда, которую у нас попытались отнять, и только время покажет, получилось у них это сделать или нет. И еще один пост, который я не помню, поэтому основной смысл буду вам доносить по памяти, это то, что все, что происходило с Алексеем Навальным и с его родными и близкими вокруг, так или иначе было связано и было пропитано любовью. И видно, что в семье была любовь, как Людмила Ивановна и Анатолий Иванович даже перед грубым своего сына сидели, взявшись за руки. И любовь, которая была у Алексея с Юлией, я думаю, никаких сомнений ни в ком не оставляет. И то, как Алексей любил страну или любил свое дело, любил людей и верил в них, этой любви в его жизни было очень много. в отличие от от жизни человека, который все, все в ней покупает. И дружбу, и верность, и лояльность, и любовь людей за подачки, за жалкие копейки, за какие-то крошки, которые упали с его стола. Конечно, ему было невыносимо жить и знать, что где-то есть абсолютно его противоположность. Человеку, у которого есть все. Человек, который сотни раз, миллионы раз лучше делал бы то, что этот человек пытается делать последние 20 лет. Хотя, знаете, сейчас сказала, и никогда же Владимир Путин не хотел ничего хорошего, будучи президентом. Если мы, конечно, с вами вот так чисто формально подходим к тому, что входит в обязанности человека, управляющего государством, то, конечно, да. А так, единственное, чем Владимир Путин занимался все эти годы, игра в великого геостротега, набивание карманов своих, карманов родных, близких, друзей, покупка этой лояльности, запугивания, смерти, война, преступления, что хорошего он сделал? Конечно, ему было невыносимо. Зайду еще раз во вкладку с вашими ответами, друзья. Посмотрим, прислали ли вы что-нибудь еще и потом будем понимать, что мы делаем дальше. Да, Михаил продолжает свое сообщение. Был на Марьино с 13 дня, в очередь встал вовсе не в конец. Потом пошли на кладбище примерно в 15, шли около часа, потом стояли до 21-30, чтобы положить цветы. Было страшно, когда полиция сосредоточила людей в колонны и пускала группами. Диапазонов возрастов людей просто поражает. Очень страшно было идти на похороны, боялись ареста, но все равно пошли с друзьями. Часть людей выходила за станцию на Братиславской, опасались, что прямо при прибытии в Марино будут крутить. Когда пришли увидели такое море людей, было невероятно приятное чувство, несмотря на повод. Первого и второго ездил на похороны Алексея из Царатова. В 12 был у церкви и встал в очередь. Когда увидел, какими малыми группами запускают людей в церковь, понял, что на отпевание не попадем мы все. Когда шел от кладбища, видел огромное количество людей, которые шли к Алексею от метро Борисова. Когда толпа людей, шедших от церкви в сторону кладбища, дошла до моста, движение дальше оказалось перекрыто возле торгового центра. Пройти нельзя было ни вперед, ни обойти вокруг дома, везде ОМОН. Полицейский в громко говорителе кричал «Ребята, расступитесь, дайте проход». Проход был только в сторону метро. Я простояла там минут сорок и ушла, так как до этого с утра была у церкви. Я была на прощании первого марта. До последнего было страшно выйти из дома, но я решилась. Сначала хотела доехать до Люблину, а там дворами дойти до храма. Но увидев людей в вагоне, поняла, что я не одна. Спасибо большое всем, кто присылал сообщения всем, кто делился. Я думаю, что не только метафоричный внимательный зритель и слушатель, но и даже самый невнимательный зритель и слушатель понял, что общего у всех этих сообщений, у всех этих свидетельств с места, у всех этих свидетельств людей, которые пришли попрощаться и проститься с Алексеем, это то, что люди преодолели страх. Наверное, один из главных уроков, которым мы должны выучить, что страх управляет нами настолько, насколько мы позволяем ему собой управлять. Бояться нормально, бояться неестественно, это эволюционный механизм, заложенный в нас, который спасает нас от разных необдуманных и рискованных поступков. Но когда мы говорим о ценностях и о том, что нам важно, страх иногда отступает. Еще раз большое спасибо всем, кто был на прощании с Алексеем, всем, кто продолжает до сих пор идти на кладбище. И, конечно, как говорил Майкл в одном из своих последних роликов, мы обязательно туда с ним поедем. я не знаю, когда это будет, я не знаю, какая это будет страна, но это, я думаю, должно произойти. Пока не очень понятно, как, каким путем мы пойдем, какой дорогой, если кто верит в судьбу, то никто не знает, что она нам приготовила, но хочется верить, что все это не зря, и что даже в такие ужасные дни можно найти смысл идти дальше и силы это делать. Хочу извиниться перед всеми, кто надеялся, что сегодняшний стрим его поддержит. Я не уверена, что у меня это получилось. я просто вышла с вами так, как я себя сейчас чувствую и рассказала искренне, что я сейчас чувствую и как я проживаю эту трагедию. Война не закончилась, бесконечный счет этих ужасных черных дней продолжается, соболезнования и вечная память всем, кто погиб в Одессе и всем, кто погибал до и, к сожалению, погибнет после. Война должна быть немедленно остановлена, войска оккупанты уйти с территории чужой страны и все преступники должны понести наказание. Я надеюсь, что это произойдет скорее, чем позже. позже. Но, конечно, чтобы это произошло, каждый должен делать то, что может. Опять же, к сожалению, за эти два бесконечных кода мы так и не смогли понять, что сделать, чтобы победить это зло. Иногда кажется, что зло побеждает. но я знаю, что ему неприятно, когда мы с вами говорим правду, когда мы с вами поддерживаем друг друга. Оно хочет, чтобы мы чувствовали себя разобщенными и одинокими. Но 1 марта это было не так. И 2 марта это было не так. И сегодня это не так. И если вдруг вы знаете хорошего человека рядом, пожалуйста, обнимите его и поддержите и скажите, что все не зря и что мы вместе. И я очень надеюсь, что будут и хорошие поводы для наших встреч, и что мы сделаем правильные выводы из всего, что с нами происходит. На этом, я думаю, я с вами, друзья, попрощаюсь. Я надеюсь, что на следующей неделе будет интервью, поэтому оставайтесь со мной на этом канале, ну или я вам как-нибудь по-другому напомню, чтобы вы сюда заглянули. Берегите себя, берегите своих близких, как писал сегодня Александр, и как об этом много раз говорил политик Владимир Милов, берегите живых и любите любите тех, живых тех, кто сейчас с нами. И важно успеть это сделать сейчас, пока есть такая возможность. Что началось? Я не планировала такой конец этого стрима. Майкл говорит, что бубан прорвалась, но я совершенно точно видела, как скрипнула дверь, как Майкл ее сам открыл, и бубан просто воспользовался возможностью. И да, друзья, заводите домашних животных, они спасают нашу кукуху. Честно, вот совершенно искренне вам говорю, если бы у нас не было бубана дома, это и так было невыносимо, но страшно представить, насколько это было бы больнее и ужаснее. Берегите себя, пожалуйста, увидимся с вами на следующей неделе и в утренних эфирах, и в дневных эфирах на популярной политике. Помните, что даже в самые ужасные дни минуты у нас все равно остается чувство контроля и возможность контроля над происходящим. Во всяком случае, мы можем определять, как мы относимся к происходящему, что мы думаем, во что мы верим, что является нашими ценностями. Это может звучать слишком абстрактно, но Алексей Навальный был про ценности. для меня в первую очередь это был человек, который своим примером показал, что так можно. Можно быть прямым, бескомпромиссным, можно до конца верить в то, что считаешь правильным. И если у нас хотя бы немножко начнет получаться, мне кажется, это уже будет прекрасным итогом. Все, друзья, до встречи. Еще раз извините, если сегодняшний стрим, наоборот, вогнал вас всех в тоску. Будем возвращаться, будем пытаться что-то сделать, будем думать дальше. И все, кто пропустил, посмотрите, пожалуйста, интервью Михаила Зыгоря с журналистом и расследователем Беллингет Христо Грозевым, который рассказывает в том числе о том, как идет расследование убийства Алексея Навального. Это очень важно. Я абсолютно уверена, что мы узнаем имена, фамилии тех, кто это убийство совершил, как это убийство происходило. И безусловно, я верю, что наказание найдет этих людей. Наша с вами задача сохранить свои представления о правильном, сохранить свои ценности, сохранить себя в том смысле, о котором я сегодня вам уже говорила. Все. Спасибо и всем пока. Пока. Субтитры Субтитры